Внутри у нас установлен двухтактный одноцилиндровый мотор. Объем 100 кубиков. Таким мотором доска приводится в движение и может разгоняться до 60 км в час. Как говорит участник соревнований Санкт-Петербурга Михаил Кашифуддинов, научиться кататься несложно. Можно поехать за полчаса. Но чтобы участвовать в гонках, требуется гораздо больше подготовки, потому что нужно понимать, как выполнять повороты, маневры. Мотосерфинг могут освоить даже дети. Самые младшие участницы этих соревнований 13 лет. Гоняться в принципе несложно, но это отнимает много сил и очень выматывает. Родоначальница мотосерфинга Чехия. И участников из этой страны больше всего на этих соревнованиях. И они главные фавориты. В Казань приехал действующий чемпион Европы Николас Блаха. Казань очень классный город. Я уже был здесь в 2019 году. По сравнению с другими этапами чемпионата, здесь самая лучшая вода. Она не соленая, здесь нет травы и не плавают медузы. Рассекать акваторию Казанки будут полсотни спортсменов из восьми стран. От Южной Кореи до США. На вот эти ковидные годы это четвертая мировая серия, которая финиширует. То есть все мировые серии, которые либо хотели начаться, либо начали, но не завершили свой чемпионат. Татарстанцев на этих соревнованиях нет. Но в Минспорту Республики уже задумались открыть в Казани академию этого вида спорта. Попытаемся, вернее, давайте так скажу, в этом или в следующем году открыть академию по мотосерфу. И нам необходимо определиться с местом, так скажем, размещения этой академии. Но рассматриваем три варианта. Сегодня на соревнованиях прошли тренировки, а завтра предстоят квалификационные старты. Финальные соревнования стоятся в День Республики 30 августа, начало в 12 часов дня. Лучшее место, чтобы увидеть мастерство мотосерферов, это смотровая площадка у центра семьи Казан. Дмитрий Иринин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.